Я в Москве, еду в аэропорт Череметьево, терминал F, лечу в Прагу. Начиная с сегодняшнего дня я буду делать серию видеороликов, связанных с трудоустройством ВНЖ, ПМЖ в Чехии, в Праге. У нас есть там друзья, знакомые, опыт. Как вы знаете, до Америки много лет, там, в 2000-х мы занимались Евросоюзом, помогали в Евросоюзе. Сейчас мы восстанавливаем все те связи, которые у нас были. И уже практически 4 страны мы делаем, помогаем с гражданством. Гражданство Евросоюза открывает вам перспективы поездки трудоустройства в дальнейшем в любой стране мира, в том числе и США. Чем интересна Прага? В Прагу можно поехать, не зная английского языка. Там очень хорошо говорят по-русски. Единственный момент с трудоустройством. То есть нужна компания, которая вас возьмет, нужно пройти официальный путь трудоустройства, нужно действительно трудоустроиться, и мы в этом помогаем. Я открываю консалтинговую компанию, которая будет заниматься конкретно помощью в трудоустройстве в этой стране. Там, на той стороне, в Праге, вас будет встречать наш партнер Сергей. Он будет вам помогать взаимодействовать с налоговыми и так далее. Ну, а все остальное я вам сейчас расскажу. Я еду в аэропорт, но из аэропорта уже сниму что-то, что нужно будет делать дальше. Итак, наш путь Череметео-2. Кстати, ребята, я очень часто использую для того, чтобы добраться в аэропорт, Дели-мобиль. Удобная штука, можно платить поминутно. Я обычно беру на сутки, стоит 1900 рублей. Это что-то около 35 долларов, даже 30 по нынешнему курсу. Очень дешево. Вот, также бесплатно парковки, также бесплатно бензин. Вот сейчас я еду на парковку специально для Дели-мобиля, чтобы его оставить. Это Volkswagen Polo. Новый вообще пробег 7000 километров. То есть очень удобно. Вот парковка Дели-мобили. Вот такой у меня Volkswagen. Цена 1900 рублей в сутки. Бензин включен, парковка включена. Кстати, очень удобно. В Москве в центре 180-200 рублей за час. У вас это будет бесплатно. Ну, как я говорю, единственный минус в том, что вы прилетаете, допустим, в терминал F, а идти вам нужно в терминал D. Пешочком. Сейчас я пойду в терминал F, так как у меня есть из другого терминала. Итак, ребят, я в терминале F. У меня вылет в 17.15. Авиакомпания Чешские авиалинии. Рейс 895. Цена билета. Покупал за 2 дня до вылета чуть больше 60 долларов. То есть, очень недорогие билеты, что, кстати, также является преимуществом. Еще момент. Вы будете делать ВНЖ не через убежище. Это будет рабочий контракт. Вы можете спокойно въезжать, выезжать. И как раз вот здесь дешевые цены на билеты вам пригодятся. То есть, там за 200 долларов можно слетать туда-обратно, до Праги. И это будет очень хорошая авиакомпания. Так, я иду на 189-ю стойку регистрации. У нас 45-й выход на посадку. Правда, 17.05. Кстати, ребята, если вдруг вы собрались в эмиграцию, и у вас возникли проблемы, и вы не оказались здесь, в этой зоне, в зоне вылета, разные бывают моменты в жизни. Кого-то из-за долгов не выпускают, у кого-то более серьезно. У нас есть возможность вам помочь в этом вопросе. Обращайтесь, подскажем. Итак, ребята, я в Раге, в аэропорту. Есть два момента, которые необходимо сразу же учесть и выполнить. Первое – это купить сим-карту. А второе – купить карту на транспорт. Выгоднее всего покупать карту на все виды транспорта здесь, на месяц. Итак, ребята, я купил карту на месяц. Она стоит 670 крон. Вот так вот выглядит карта. Ее не надо нигде пробивать, ее просто носить с собой в кармане. Все, мы идем за сим-карту. Сим-карта стоит 5 гигабайт 490 крон. 20 евро на 24 доллара. Ну вот мой автобус. Номер 119. Итак, я приехал на остановку. Это конечная остановка 119. Я сейчас делаю пересадку на метро. Здорово получилось. Первый день. Сразу же покажу вам метро, трамвай и автобус. Так выглядит метро. Опускаемся. Кстати, ребята, Прага. Это 22 района. И районы так и называются. Прага-1, Прага-2, Прага-3. Но на самом деле местные жители доходят только до Праги-10. Я сейчас еду в Прагу-5. Это недалеко от центра. Арендовал через Airbnb. Может тут добраться. Я использую Google. Доехал на 119 до станции на Дразе Велеславин. И сейчас уже иду в метро. Сейчас покажу. Тут интересный такой турникет. Но его нет вообще здесь. И я вот сколько раз был в Праге. Никогда не видел, что кто-то проверял билеты. То есть как-то здесь в этом плане. Очень демократично. И... Ну, не видел. Я во всяком случае много раз тут был. Ни разу не видел, чтобы так было. В отличие от Швеции, где там нужно заплатить чуть ли не 10 евро за билет. То есть вот турникеты. Если вы заплатили заразовое, подходите сюда. Если у вас, как у меня, карточка, просто проходите и все. Я думаю, что много людей просто так проходят, а ничего не платят. Ну, так вот все это выглядит. Карта метро. Очень такая понятная, доступная. Мне нужно на линию Си проехать 3 остановки. Что я сейчас и сделаю. Полосочки. Погончики. Ну, все. Осталось пройти чуть-чуть. Около 500 метров. Я уже доходу до места.